Мир Божий 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 поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. И не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Вот еще одно место, и здесь уже даже Бог говорит, поставил сторожей. Мы видим, там Иисус хотел, чтобы Петр, Симон был вот этим стражем. Здесь Господь каких-то сторожей поставил на стенах, и этим сторожам Он говорит, бодрствуйте, не умолкайте пред Ним, доколе не придет Господь и не соделает Иерусалима славою на земле. Вот это Ветхий Завет, но мы видим тот же принцип. Для Бога очень важно было, чтобы люди стояли на страже, чтобы люди бодрствовали. Если брать книгу Исаии, то мы понимаем, на самом деле, это контекст Писания, он касается, и буквально были стражи на стенах, которые охраняли город, это, наверное, были какие-то воины, которые, знаете, стояли на вот этой стене города, и если видели приближение врага, их задача была затрубить, их задача была определенный звук создать, и тогда весь город приходил, должен был прийти в движение. К тому месту, где звучала труба, туда должны были все устремиться, туда должны были все прийти, чтобы защитить город, чтобы защитить свои имения, свои дома, свои семьи, охранять, взять оружие. И были такие сторожа. Кто-то говорит, что вот здесь говорится, сторожа напоминающие о Господе. И это не только сторожа, которые стояли и охраняли город, а это еще говорится о пророках, о пророках, которые были в Израиле, и они напоминали людям о Господе. Знаете, своего рода они приводили людей вот в такое состояние бодрствования, они напоминали о Господе. И даже когда Иисус приближался к Иерусалиму, заплакал о нем, помните, он такие слова сказал, «Я столько раз посылал к тебе пророков, которые были побиваемы, вы не захотели». То есть были люди, вот здесь если брать сторожа, поставил сторожей, это были еще и пророки, которые кричали в сердца людей, которые взывали, которые напоминали о Господе. И дальше сказано, ну не умолкайте, не умолкайте, чтобы люди постоянно были в состоянии бодрствования, постоянно свои светильники, светильники сердца поправляли. И здесь еще написано, мы читали, доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Вот не умолкайте, бодрствуйте, доколе не сделает Иерусалима славою. То есть, знаете, здесь показана цель. До какого момента нужно быть бодрствующим, доколе слава Божья не сойдет. И у Господа, мы понимаем, у Него, Ему нужны сторожа, и у Него есть определенные цели, которые Он хочет достигать. Его цели глобальные. Знаете, мы порой ставим какие-то маленькие перед собой цели у Господа. Цели, мы понимаем, очень широкие. И вот Ему нужны люди, которые будут бодрствовать. Ему нужен был Симон, Иоанн, Иаков, которых Он взял с собой и говорит, бодрствуйте со Мною. Не могли бы Вы хотя бы час бодрствовать? И вот здесь мы видим в Ветхом Завете, нужны были сторожа на стенах, доколе Господь не соделает Иерусалима славою на земле. И вот сегодня мы говорим о сторожах. И мы в преддверии вот этого служения, конечно, нам нужно тоже иметь вот это состояние бодрствования. Мы понимаем, если говорить о бодрствовании, то бодрствовать можно по-разному, правда? Можно по-разному охранять и сторожить. Возможно, в Вашей жизни были моменты, когда Вы тоже в какой-то степени бодрствовали, были стражем где-то. Когда строился дом молитвы, часто мы вспоминаем, у нас была возможность всем братьям пободрствовать, вот здесь в церкви. Наверное, сегодня каждый может сам взвесить, как он в те дни бодрствовал, когда надо было сторожить церковь, как он здесь, может быть, ходил, молился, где-то, может быть, старался, а кто-то, может быть, знаете, по-другому бодрствовал, через сновидение был вразумляем. Не знаю, мы можем эту оценку сами себе принести. В Библии есть разные были тоже стражи, которые по-разному бодрствовали. Наверное, вот такой один из моментов бодрствования. Вчера читал, начал читать книгу «Бытие», первый день года, и, знаете, и там написано вот про Адама и Еву, когда Бог их насадил в саду Эдемском, и Он им дал тоже определенную цель. Они должны были в этом саду бодрствовать. Бодрствовать. Написано, должны были Его возделывать и хранить Его. Вот Бог дал им определенное повеление. Они должны были этот сад как-то оккультуривать, как-то работать над тем, что там росло. И написано, и хранить, бодрствовать. Но в какой-то момент мы видим, они не сбодрствовали. Они не смогли, знаете, сохранить то, что было. Пробирается туда этот змей, говорит сперва с Евой, показывает ей это древо, познание добра и зла. Потом она вкушает плод, дает Адаму. И вот мы видим, не сбодрствовали. То, что они не сбодрствовали, дало определенный результат. Они изгнаны из этого Эдемского сада. Они не смогли там больше находиться. В Новом Завете есть такие стражи, которые стерегли Петра. И мы видим, они так подготовились к этой страже. Они сковали Петра. Они вокруг него где-то, наверное, находились. Но когда, вы помните, ангел Божий приходит, написано, что Петр спал, и эти стражи с ним спали. Вот такие были сторожа, которые не взбодрствовали. Ангел освобождает Петра, открывает двери темницы, и Петр незамеченный уходит из-под этой стражи. Вот такие были сторожа, и мы понимаем, не взбодрствовали. Не знаю, какие были последствия в жизни тех, которые не смогли вот таким образом сохранить Петра, потому что его готовили к казни. Об этом можно только рассуждать. Но были разные сторожа, да? И были сторожа, мы читаем, которые на самом деле бодрствовали до конца, которые до последней минуты находились вот в этом состоянии. Их сердце, оно было, знаете, сосредоточено. Их мысли были сосредоточены на том, чтобы сохранить. Очень яркий пример или сильный пример стража – это книга Неемии. Четвертая глава, и мы прочитаем с семнадцатого стиха. «Строившая стену, четвертая глава Неемии, и носившая тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой удержали копье. Каждый из строящих припоясан был мечом под чреслом своим, и так они строили. Возле меня находился трубач, и я сказал, и сказал я знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене, и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите звук трубы? В то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у вас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одежды, одеяния своего. У каждого были под рукою меч и вода. У каждого были меч и вода. Меч, помните, меч духовный, Слово Божье, вода. Мы понимаем, как прообраз, наверное, молитвы, Святого Духа. Они не снимали с себя. Они бодрствовали. И он говорит, ну, когда услышите звук трубы, собирайтесь туда. Для него очень важно было не только организовать строительство вот этого, этих стен Иерусалима. Мы вчера слышали, он, может быть, не было такого образования, он был виночерпи, но для него еще было очень важно организовать вот то, что они строят, чтобы это было сохранено, чтобы это потом не было разрушено, не было урона. И вот он таким образом говорит, будем там ночевать, будем держать меч и воду, будем строить, будем держать в одной руке меч, в другой, ну, вот это орудие для строительства, но будем двигаться вперед. Он это делает. И, знаете, вот сегодня мы идем по земле, будет время, Иисус вошел в горницу, это было после Его воскресения, Он сказал, мир вам. Я так понимаю, будет время, когда мы увидим Господа, и, знаете, возможно, я так представляю, Христос нам те же слова скажет, мир тебе, да, войди в радость Господина твоего. Там уже не надо будет, может быть, так бодрствовать, но здесь на земле мы идем, вот этот путь, который Христос однажды прошел, мы живем, и нам нужно сохранять свое сердце в состоянии бодрствования, в состоянии стража. Если говорить о страже, написано страж, ну, или мы понимаем, он внимателен, да, он будет внимателен к тому, чтобы, если услышать звук трубы, в нужный момент подняться и устремиться вот к этой стене. У него будет стремление собраться, когда он услышал звук, он будет туда стремиться, в центр этого сражения, он будет стремиться туда, чтобы вместе с братьями своими или с ближними своими плечом к плечу находиться в том месте, где особенное сражение. Порой, знаете, у нас в церкви наш пастор объявляет вот такой трубный зов, надо собраться на молитву. И знаете, если ты бодрствующий страж, ты будешь в центр этой молитвы стремиться, ты будешь туда идти, ты будешь на том месте находиться. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот мы сегодня были бодрствующими, мы были людьми, которые будут на самом деле на страже. Христос искал таких людей, и Он даже им почему-то сказал, ну хотя бы час, вот когда скорбел, когда вот таким образом находился в том месте. Еще, наверное, одна история, и мы будем молиться, это книга «Бытие», 32 глава, история, которая тоже показывает нам или показывает качество бодрствующего человека. Вот знаете, мы говорим, надо бодрствовать, надо находиться на страже. Христос сказал ученикам эти слова, но, наверное, у нас всегда возникает вопрос, а каким образом? Как это делать? Что значит быть бодрствующим, ну, когда мы идем вот по этой земле, в городе Барановичи, в Беларуси, в то время, в которое мы живем? Книга «Бытие», 32 глава, история Иакова, когда он возвращается к брату своему. И написано, что в его жизни тоже был момент, когда он не спал всю ночь. Написано, что в той ночи он был в определенном сражении, борении. Давайте мы прочитаем эту историю, напомним ее. 32 глава, с 24 стиха написано, «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому, Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Аминь». Вы знаете, история в ночи, наверное, особенно тяжело бодрствовать. Бодрствовать, когда день, ну, мы бодрствуем, потому что мы так устроены, когда ночь, естественная потребность, наверное, нашего организма, это спать, это отдыхать. И вот именно показано, это было время, когда, наверное, было не особенно легко бодрствовать. Это было время, когда Иаков возвращается. Можно так представить, у него, ну, во-первых, это и ночное время, у него, наверное, какие-то определенные переживания, потому что, когда он уходил из вот этого родительского дома, брат обещал, ну, что убьет его за то, что он забрал первородство. То есть, представьте, какие он душевные, наверное, переживал, ну, переживания, такие эмоции. Он идет, и написано, вот, именно в этот момент, когда он возвращается, в этой ночи, в его жизни происходит очень важное такое сражение, благословение, после которого мы видим, вот, благодаря тому, что он бодрствовал, он получил благословение, потому что написано, Бог, написано, благословил его. И даже Иаков назвал это место, говорит, я видел лицом к лицу. Представляете, не каждому, но дана такая, наверное, привилегия, таким образом, пережить Божье присутствие, но, он говорит, я видел Господа, он бодрствовал, и это принесло результат, это принесло определенную, какое-то в его жизнь, благословение, которое до тысячи родов, можно сказать, израильтянам передалось, и вот здесь написано, буквально мы, мы прочитаем, вместо 24 стих написано, качество бодрствующего человека, написано, и остался Иаков один, вот, отмечено, что он один, хотя с ним возвращалось его родство, там, и дети его, и слуги его, и имение, написано, один остался, и вот в этот момент, ему надо было бодрствовать, знаете, наверное, я так подумал, легко быть стражем, когда ты не один, вот, когда мы, где-то, может быть, рядом кто-то есть, да, баста рядом, может быть, твой близкий человек рядом, он верующий, тогда бодрствовать легче, тогда ты следишь за тем, куда ты смотришь, следишь, что ты говоришь, ты думаешь о том, ну, как тебе себя вести, ты бодрствуешь, но вот когда ты один, когда тебя никто не видит, вот когда ты один на один, если так можно сказать собою, вот это, наверное, то время, когда мы можем испытать, насколько я бодрствую, или врагу все-таки удается, ну, вот прокрасся, как он прокрался в Эдемский сад, и на что-то обратить мое внимание, куда-то направить мой взор, что-то мне сказать, нашептать, Иаков остался один, но мы видим, он в борении, он, он, это не принесло ему, знаете, поражения, он настолько ухватился в этом сражении, что даже Бог говорит, ну, отпусти меня, мне уже надо идти, знаете, человек целеустремленный, и он понимает, что ему нельзя, ну, сдать ни одной позиции, он человек, но мы видим, он борется даже, когда один, еще один момент, который мы читали, он говорит, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня, тоже вот интересный момент, говорит, я не отпущу, я, может быть, и оставил бы это сражение, эту стражу, но не отпущу, пока ты меня не благословишь, наверное, правильный страж, он будет бодрствовать, вот до момента, пока кто-то не сменит его, пока кто-то, ну, не заменит, и не возьмет его, его стражу, у нас в церкви практикуется, бывает время, когда есть вот такие, ну, молитвенные стражи, да, и вот молодежь брала, вот когда вот у нас 10-дневные посты, допустим, какое-то служение, берет день поста, служение, службы порядка, да, или там истоки, да, и потом их меняют молитвенники, и я так понимаю, что мы, ну, бодрствуем до того момента, пока новая стража не начнется, наверное, даже правильное какое-то взять, как в эстафете, немного больше, ну, пройти в этой, в этом посте, в молитве, пока тебя кто-то не сменит, и вот страж, он, он будет бодрствовать, пока кто-то, ну, не поддержит его, Иаков имеет такое сердце, он говорит, я не отпущу, пока ты меня не благословишь, вот я буду до тех пор стоять, пока не придет, уже, знаете, какой-то, ну, момент, вот, ну, я пойму, что, ну, все, мне надо эту стражу оставить, я могу пойти отдохнуть, давайте в своей жизни будем помнить, Бог дал нам тоже стражу, и не будем ее оставлять, не будем опускать своих рук, Бог доверил нам, дал ответственность, и мы будем молиться, мы будем идти за ним, Иаков имел такое сердце, качество бодрствующего человека, и еще один момент бодрствующего человека, написано, когда уже все сражение закончилось, он шел, и написано, солнце взошло, он проходил Пинуэл, и написано, хромал на одно бедро свое, знаете, страж готов платить цену, он готов заплатить определенную цену, потому что, ну, это было не просто, знаете, не спать, это было сражение, когда мы говорим о нас, мы тоже платим определенную цену, это цена наших усилий, цена какой-то подготовки, времени, Бог дал нам вот то, что мы имеем, и, знаете, можно порой сказать, ну, а зачем платить цену, Яков, зачем ты платил такую цену, ты же хромаешь, у тебя повреждения, ты никогда не сможешь теперь ходить, как раньше, может быть, бегать не сможешь, но мы видим, есть результат такой цены, которую платил Яков, он говорит, я Господа видел, Бог благословил его, Бог благословил поколение после Якова, поэтому, братья и сестры, если порой нам что-то предлагают, и нужно заплатить, ну, если так можно сказать, образно, какую-то цену, да, ну, принести себя в жертву живую, для Господа, помните, что у такой цены есть воздаяние, это воздаяние не дадут люди, но это воздаяние дает нам Господь, поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, у нас сегодня время, когда мы тоже, я думаю, мы будем бодрствовать, мы вспоминаем о страданиях нашего Господа, и это должно нас подвинуть к тому, что Он шел этот путь бодрствуя, Он молился, Он взывал к Отцу, и пусть Бог благословит нас, чтобы наш жизненный путь, Он прошел вот в этом бодрствовании, пусть Бог благословит каждое сердце, давайте мы склонимся на наши колени, мы будем молиться, и мы будем славить нашего Господа. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за Твою любовь и милость, я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем бодрствовать, Господи, и мы говорим это слово, мы понимаем, Господь, здесь мы все, Господь, пришли, чтобы совершать это служение, чтобы, Господи, искать Твоего лица, но мы, Господь, понимаем, что не только служение – это наша жизнь, Господь, не только вот здесь, когда мы находимся в доме молитвы, когда мы дома, когда мы на работах, когда, Господи, мы в отношениях с другими людьми, Господь, мы хотим на всяком месте, Господи, и Твое слово нас к этому призывает, Господи, быть бодрствующими, быть верными Тебе, Господи, быть приятными Тебе, Господь, и мы просим Тебя, помоги нам в этом, Господи, укрепи, благослови, потому что без Тебя мы не сможем пройти этот путь. Господи, без Тебя порой какие-то давления, какие-то обстоятельства, они могут быть, Господь, ну, кажется, одолевать нас. Господи, но мы, Боже, взываем к Тебе. И мы верим, что Ты наша поддержка. Мы верим, что Ты за нас. Господи, мы верим, что Ты в нашей жизни. Мы просим Тебя, благослови нас и в это утро, Господь, чтобы мы на самом деле, Господь, могли приблизиться к Тебе. Господи, могли совершить эту заповедь. Господи, возвещая смерть Господню, доколе Ты придешь. Господи, мы так хотим, Господь, не просто совершить обряд, Господь, а мы хотим, чтобы Ты касался нашей жизни, мы хотим, чтобы Дух Святой, Господь, вливался в наше сердце, чтобы Ты наполнял нас, Господи, и мы просим этого мира Твоего, Господи, был результат, Господь, Ты бодрствовал, Ты взял, Господи, этот груз, эту тяжесть, Господи, на свои плечи, Ты взошел на Голгофу, и, Господи, и благодаря тому, что Ты прошел, Господь, не сдался, Господи, не сломался, Господь, Мы сегодня имеем этот мир, Господи, мы имеем жизнь и жизнь с избытком, Господи, и мы просим Тебя, благослови Твою церковь, благослови Твой народ, Аллилуйя Тебе, Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, наполняй, Господь, наши сердца. Господи, мы верим, Господь, что когда мы собраны во имя Твое, Господи, Твое желание быть среди нас. Господи, Ты наш небесный Отец, и мы просим Тебя, дай нам всем это пережить, дай всем это ощутить, Господи, дай всем, Господи, быть бодрствующим. И, Господи, когда Ты приходишь, открывать свои двери сердца, поднимать вверх и врат, Господи, Боже, соделай, Господь, Боже, наши сердца славою на земле. Господи, мы воздаем Тебе честь и поклонение, мы превозносим Тебя, и мы хотим прославить Твое имя. Тебе честь и слава, великий наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь.